итак всем привет хочу сегодня поделиться с вами у идеи или как сказать но это уже и не не моя идея в интернете я видел что-то похоже на такие патроны короче как сделать бюджетный токарный патрон для деревообрабатывающего станка в общем то если вы уже сейчас его видите понятно и ходили по роликам на ю тубе знаете что такой принцип уже давно выложен там есть я вам расскажу просто о том как его просто сделать потому что там излагается во первых изготовления планшайбы нужно вырезать идеально точно вырезать вот этот цилиндр нужно на токарном станке у меня все сделано от болгарки с помощью рулетки ну штангенциркуля и болгарки и я ничего не покупал все это что из чего состоит станок это все хлам который валялся во дворе во дворе в гараже и так далее итак планшайба самый такой важный момент планшайба это обычный шкив так вам видно будет не видно наверное короче этот шкив у меня на этом двигателе стоял изначально и почему я использовал шкив потому что во первых он оцентрован уже понятно что с завода полностью идеально центрован и во вторых в чем тут фишка на шкиву сейчас я заднего покажу вот на шкиву два ребра и когда вы насаживаете этот цилиндр на шкив как бы вы там криво его не насаживали он в конце концов все равно станет ровно идеально ровно он не будет бить ничего он короче не надо никаких замерений делать вот так 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 вот то есть я взял шкив замерил внешний диаметр 132 миллиметра у меня получился трубу пришлось спиливать забора верхушку 10 сантиметров спилил ну то есть со штангелем ходил по огороду по двору искал трубу подходящую 132 ровно миллиметра это труба и она с под молотка налезла ножки все идеально ровно все хорошо получилось единственное что не будет в темноте вот здесь вот отлив есть под болт штопорный стопорный да и поэтому чтобы более менее соблюсти центрацию я здесь кусок трубы вырезал то есть чтобы урона весить чтобы не била ну когда сделал собрал не бьет нормально все крутится единственное на меня лень еще здесь у меня подшипник гуляет чуть-чуть и поэтому он все равно у меня бьет ну и все равно вот что получается добиваться это я делаю ножку на стол последнюю ножку на стол 3 сделал покажу вот они три сделанных ножки и осталось это 4 мне пришла в голову идея как раз показать вам устройство моего станка патрона так дальше в чем еще преимущество такого патрона даже в чем-то он лучше чем заводской в том что у него зажимные вот эти вот болты шпильки они закручиваются каждая сама по себе потому что так 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 мысли теряю и это дает нам вот преимущество в том что мы можем сюда вставлять любой любую заготовку скажем так я центрованную то есть я ловлю примерно центр а я вам покажу вот они у меня три обрезка от ножек который я делал вот смотрите какой формой бруски то есть я беру пень деревянные распускаю его на четыре части крест-накрест потом более-менее фуганком выравниваю примерно опять же он видите почти овальный и все и зажимаются они на ура вот место зажима потом дальше вот на ребре место зажима во-первых это дает нам преимущество регулировки то есть мы поджимая один болт например вот сейчас подожму вот этот бог у нас заготовка уйдет туда ну когда бабкой низ пока еще не бабка не и продвинута когда только устанавливаем заготовку надо выровнять подкрутил болт подкрутил подкрутил затянул все видите что более менее нормально ставили бабку затянули и все вот такое вот устройство патрона но мне нравится больше всего честно сказать я говорю я вот работал на заводском это что работал просто как удалось когда-то поработать на заводском токарном таком станке дерево обрабатывающим так вот туда тот патрон такую балабаху не засудишь нужно или квадрат или шестигранник или восьмигранник но никак не вот это вот потом видите он как стачивает где взял день взял то есть получается примерно центр я выставляю а центр тяжести я же не могу узнать никак и это на него никак не влияет вот поэтому нет патрон короче нравится хорошая штука и еще я у сначала начинал делать станок с трезубцем ну понятно что там ножку на стол балясину какой-нибудь вытащить можно ручку на стамеску но например какой бокал ну или вазу с полостью внутри уже не получится с таким патроном запросто опять же зажимаем любой пенек лишь бы он ставился в патрон у нас место было и все а тут уже пока до стола доставать не будет можно хоть тарелку вычет выточить и не надо задняя бабка но когда короткая понятно что это заготовка у меня сейчас ножка 50 сантиметров плюс тут еще остается на что-нибудь поэтому без бабки никак потому что без бабки он на краю все равно играет немного центрации нету то наверное по патрону я все рассказал просто главная идея была в том что рассказать вам где взять планшайбе на которую насаживается этот цилиндр вот и также изготавливает станок я сначала сделал его на этом двигателе мне ну начал работать все поработал потачил пару деталей но мне не понравилось что не меняются скорости и тогда уже чтоб так как тут уже отрегулировано все оси и так далее я просто с торца насадил два шкива стиральной старой машины и поставил еще один двигатель теперь у меня это малые обороты переставляю ремень сюда и чтобы этот двигатель больше не трогать с места натяжник поставил ролик с десятки натяжной то есть ремень перекидываю сюда сюда и на ролик и все он у меня уже отрегулированы выставлены просто накидываю ремень и обороты увеличиваются сразу несколько раз так так что еще рассказываем так наверно бонусом я расскажу в конце фильма как я добиваюсь без наждачной бумаги такого эффекта на на дереве она еще не лакированы ничего она только что остановился я пробовал ее шлифовать наждачкой наждачкой понятно шлифуется пробовал шестяной тряпкой пробовал кожей все прижигается дымит ну короче сгорает быстро потом я попробовал вот деревянной палкой получается вот такой эффект поставили уперли придавили и потом гоните реально прям дым идет я сейчас попробую одной рукой получится у меня нет показать вам как это будет выглядеть но где-то вот здесь вот вот здесь у меня будет вставляться столешница нижнюю и здесь он еще не шлифована я вам здесь покажу примерно вот так будет выглядеть что наверное все на этом видео заканчивается что хотел снять побольше рассказать и все мысли потерялись здесь у меня двигатель с конденсатором этот я заводил сразу без ну без стартового конденсатора короче дело рабочий конденсатор и он срывал с места а когда сделал с ремнем уже этот двигатель вот этот он у меня уже с места не верилось пришлось ставить стартовый конденсатор и потому что на двух обмотках работает запросто соединил я его звездой вот треугольникам соединяю он намного слабее работает звездой как раз для этого станка от стамески не остановить никогда его так хочу задняя бабка задняя бабка у меня редуктор старый от дрели выкинул шестерни а стал остался токовал и здесь подшипники выкинул так вот так вот выкинул все шестерни оттуда сквозной штырь пошел у меня самый низ под стол за контрагайл чтобы здесь не поломала корпус чтобы здесь здесь мертва короче здесь затягивается у меня под столом гайка снизу гайка с ручкой она у меня и легко и просто но это для фиксации болт и все и вот я вытащил эту ножку никакого разбега не болтается ничего все нормально не выскакивает держит зверска ну вот на этом наверно все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки так стандартную фразу сказал что еще возможно для себя вы узнаете много интересного и полезного но это я загнул все давайте пока